Армянская сторона не ожидала, что на очередной обстрел и провокацию с их стороны, азербайджанская армия перейдет в такую мощную контратаку. У Азербайджана явное преимущество в техническом оснащении, и в авиации, и в сухопутных войсках. И особенно, по ракетным войскам, считает украинский военный специалист. Украина официально выступила на стороне Азербайджана, поддержав территориальную целостность нашей страны. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Мы последовательно поддерживали целостность Азербайджана, как и он нашу. Этот принцип остается для нас неизменным. Сейчас в Украине не исключают того, что Армения может выслать украинского посла. Во всяком случае, в экспертном сообществе не исключают такого варианта развития событий. Как передает АЗ, Эйзи, известный украинский военный эксперт, полковник запаса и бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Украины Олег Жданов в беседе с Мидиа. Эйзи отметил, что Азербайджан в новой стратегии национальной безопасности Украины указан как стратегический партнер. Об этом говорили недавно в телефонном разговоре президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский. Сейчас, после начала боевых действий на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Карабахе, абсолютное большинство политиков высказывается в поддержку Азербайджана. Иначе и быть не может, ведь и у нашей страны есть схожие проблемы, и ситуация в политическом смысле тупиковая. Мы сидим в болоте под названием «Минский процесс». Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины, как и Украина поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана, сказал Олег Жданов. Баку на сегодняшний день показывает пример. Страна была готова к контрнаступлению и успешно его проводит. И международное право, что признают все, полностью на вашей стороне. Нынешняя война может называться только освободительной. Не только украинские политики, но и большинство общества за Азербайджан. Есть позиция государства, позиция президента, основанная на международном праве, резолюциях ООН и решениях европейских структур, отметил Олег Жданов. В Азербайджане эту войну называют отечественной. И совершенно правильно. 20% территории Азербайджана под оккупацией, что это как не отечественная война. И это стимулирует людей к самопожертвованию во имя восстановления территориальной целостности страны. Что касается хода боевых действий, то я вижу фактор внезапности. Армянская сторона не ожидала, что на очередной обстрел и провокацию с их стороны, азербайджанская армия перейдет в такую мощную контратаку. Сейчас главное не только не сбавлять темп наступления, но, прежде всего, обеспечить переднюю линию всем необходимым. Отдельный вопрос – вооружение. Я не раз в последние дни приводил пример использования Азербайджаном беспилотников. У армянской стороны не оказалось на позициях суперсовременных систем. Стояли старые советские комплексы ОСА. У Азербайджана явное преимущество в техническом оснащении, и в авиации, и в сухопутных войсках. И, особенно, по ракетным войскам. У Азербайджана есть РСЗО, реактивная система залпового огня Полонез, израильские оперативно-тактические комплексы ИТ, деревню, что позволяет контролировать оккупированную территорию на всю глубину. Это очень важно, ведь если перерезать пути снабжения, то противнику просто нечем будет воевать. В Азербайджане предприняли меры безопасности, понизив скорость интернета и заблокировав многие соцсети. С военной точки зрения это оправдано. Безусловно, это неотъемлемый элемент в условиях ведения контрнаступательной операции, который позволяет предотвратить утечку информации.